Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре грандиозная посылка из Германии, которая наконец-таки к нам приехала. Ожидала я ее уже больше трех недель, и вот она уже у нас на столе. Я наконец-таки могу вам показывать новые предметы. Если вас уже что-либо заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Немецкие трио и остальные предметы прекрасно послужат для любого подарка, тем более уже скоро будет Новый год. Большое внимание обратите на прекрасные изделия. Первое, что я хочу показать, это грандиозный предмет, я не стала его раскладывать. Это чайный сервис такого красивого кремового цвета, он прям как топленое молоко. И он периода 1900 года, по клейму это Миттертайх, уже немецкий антикварный сервис. Здесь достаточно много чайных трио и остальные предметы, такие как два чайника разного размера, сахарница и шикарный молочник, даже кувшин. Недалеко от границы с Чехией, в административном районе Германии, Верхний Пфальц, находится город Миттертайх. Он расположен на Баварском фарфоровом пути, популярном туристическом маршруте, созданном для привлечения внимания людей к местным керамическим изделиям. Это и вправду роскошная мануфактура, которая создавала исключительно редкие предметы, особенно в период арт-деко. Золотые ручки, кремовый фарфор и большое количество золочения. Это все 24 карата золота на такой прекрасной форме в стиле Веймар. С теми самыми ракалиями, юбочками и всем самым прекрасным. Фарфор здесь исключительно тонкий, безумно красивый. Просто посмотрите на эту рельефную юбочку, ручку, усыпанную золотом. И внутри такое исполнение золочения. Очень нежный, деликатный сервиз. Тем более, это чайные трио. Немецкие. В последнее время уже нет поставок немецких троек. Я безумно соскучилась по красивым изделиям. И вот этот сервиз меня просто покорил. Тем более, его временной промежуток это уже антиквариат. Великолепное чайное трио и таких у нас несколько. Золото здесь сияет и горит. Просто красота. Можно взять парно, можно взять на подарки. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на ватсап. Так часто встретишь чайные трио, которые идут абсолютно одинаковые. Мы сейчас немножко отвлечемся от сервиза. Я покажу попозже остальные предметы. А я хочу вам показать прекрасного ангелочка Пути. И такая шкатулочка. Шкатулка овальная. Здесь изображение самого ангелочка в таких теплых оттенках. Состояние крышки в идеале. Шкатулочка для украшений. Такая для мелочевки. И по клейму это ширдинг. Это 60-70-е годы. Прекрасная шкатулочка. Белоснежная. Не так часто встречаются у нас такие изделия. На подарок. Да и просто себе на отвалетный столик. Шикарно. Такая прекрасная шкатулочка. Дальше любимое фруктовое исполнение. Одна из моих самых любимых стилистик в немецком фарфоре. Это фрукты. Такое великолепное объемное блюдо. Усыпанное ракалиями. Прекрасными прорезными ручками. И вот этим золотом в цировке. Это достаточно старый рисунок. Изображение клубники. И скорее всего персик или яблоко. Такими листочками аккандеса сделаны ручки. Все объемное и в злочине. А кромки выполнены таким узором, как переплетенная корзинка. Шикарное блюдо или глубокая сухарница. И старинное клеймо от Худченройтер. Такое никогда у нас не встречалось. Это 1946 по 1948 год. Шикарное белоснежное блюдо с фруктами. Такой молочник. Он прям как кувшинчик. Достаточно большой. Предметы все такие шарообразные. Усыпанные золотом и ракалиями. Есть юбочки и рельефные ручки. Целое произведение искусства. На ручке такой листочек в виде аккандуса. Золото здесь не жалели. Красота. Вот такой доливной высокий чайник. Снова на юбочке. Весь в золоте. Такой красивый оформленный носик. И здесь выполнены рельефы в виде листочка аккандуса. Ручка вся в золоте. Все это объемное. Все в стиле арт-деко. Горлышко в виде воротничка. С такими рельефами. И ракалиями вокруг. Состояние идеальное. Крышка номерная с пимпочкой. С рельефами. И с такой прекрасной шишечкой. Объемной. Также к сервизу идет низкий заварочный чайник. Прекрасной формы. Такой пузатый. Рельефный. Безумно красивый. Прям роскошный. Юбочка. Ручки. Все как полагается. И все в золоте. Таких форм редко встретишь изделие. Сразу видно, что предметы старинные. И цвет топленого молока. Только украшает весь сервиз. С этим сочетанием золота. Все смотрится изысканно. Сервиз весь покрыт 24-каратным золотом. Если вас заинтересовал такой чайник. То пишите мне на WhatsApp. И последний предмет из этого сервиза. Это прекрасная сахарница. С такими ручками оформленными. Мне очень нравится, что здесь все с этими листочками. Все объемное и безумно красивое. Также ракалье по всему изделию. И юбочки. Состояние всего сервиза в идеале. С учетом того, сколько ему уже лет. Очень красивый. Немецкий. И просто шикарный. Поэтому, если вас заинтересовало. То пишите мне на WhatsApp. Продажа рассматривается как попредметно. Так же и целым набором. Три антикварные статуэтки. Уже как-то к нам одна встречалась. Поехала к моей прекрасной подписчице. Очень редко бывают именно мальчики. И у нас одна девочка, которая кормит птичек. Красивые. Все пальчики целые. Состояние идеальное. Это полностью все ручная роспись. Они очень старые. В период 30-40-х годов. Такая девочка. С хвостиками. С бантиками. И в платьюшке. Это Германия. Есть также номерной знак. Из этой же серии. Такой шляпки. Тоже все. Ручная роспись. Прекрасный мальчик. Просто посмотрите на его лицо. И здесь номерной знак. Так уже по вот этой стенке. Шикарное состояние. Все они целые. И очень редкие. Вот этот цветами. И возле ног собачка. Прекрасный мальчик. Сразу видна работа. Что статуэтки старинные. Клеймон. На каждом предмете. Статуэтки довоенные. И великолепные. Они не такие, кстати, большие по размеру. Очень красивые. Кто собирает эту серию. Или детей. То это, конечно, изделие для вас. Поэтому, если вас заинтересовало. То пишите мне на WhatsApp. Шикарные три кувшина. Это мануфактура Ниппен. Как-то к нам уже встречались. Сахарница и молочник. И все безумно хотели их приобрести. Они поехали. Прекрасные подписчицы. И вот такие кувшины с фруктами. Впервые в ассортименте. Появились. В наличии. Эти изделия полностью ручная роспись. Здесь ручная работа. У них есть определенная стилистика. Здесь не только рисунок. Но и фон оформлен специальной краской. То есть, есть прорисовка. Как и полагается. У Ниппен. Золочение. Предметы антикварные. Они 1900 года. До 1920. Такой кувшин. Полностью ручная роспись. Виноград, бананы и яблоко. Целый натюрморт на фарфоре. Кто собирает тему фрукты. Тем более, кувшины не так часто встретишь. Я лично вижу впервые. Золотые ручки. И с такими красивыми ракалиями. Вот этот кувшин средний. Также идет высокий. С такой кольцевидной ручкой. Приподнятым носиком. Сам он по себе тоже высокий. Такая же стилистика. Все ручная роспись. Состояние каждого предмета в идеале. Здесь тоже банан, виноград и яблоко. И самый большой кувшин. Он украшен и внутри. Золотом. Таким красивым травлением. Волнистые края. Золочение. Ручка. И сам мастер-морт. Уже добавляется груша. Красота. Все это ручная роспись. Ручная роспись всегда ценится. И только растет в цене. Можно приобрести попредметно. А также все три вместе. Незысканные и просто роскошные. У кого есть тарелочки фрукты. То это изделие, конечно, для вас. Поэтому, если вас заинтересовали кувшины с фруктами. То пишите мне на ватсап. Такое антикварное трио. Это арт-деко. Шикарное исполнение. Необычная форма самих тарелок. То есть, уже здесь совсем другие формы. Все усыпано золотом. И вот эти красивые красные фестоны по кромкам. Ну и, конечно, сама форма. Юбочка. Прекрасная ручка с ракалиями. И с таким колечком. Рисунок внутри чашки. Есть определенный исход золота. Но нужно понимать, сколько лет этому изделию. Это клеймо Эшенбах. Которое ставилось с 1900 года по 1905. Такая форма тарелок. Но вот этот сход золота можно простить. Во-первых, временному промежутку. А во-вторых, самим формам. И, конечно, изысканным декором. Состояние очень даже хорошее для своих лет. Здесь нет ни сколов, ни трещин. Кто собирает антикварные тройки. Знает, что сейчас, на данный момент, их крайне тяжело встретить. Блются с усыпленными цветами по кромкам. Такие решеточки. И красивые красные фистоны. Парфор здесь цвета топленого молока. В этот раз на видео все антикварные предметы собрались. Даже удивительно. Такая тарелочка. Золото здесь сияет и горит. И фистоны оформлены в такие сердечки. С веточками и цветами. Красота. Над этим изделием работали две мануфактуры. Это Эльфенбайн и Айшенбах. Такая форма чашки. На такой юбочке. И при этом чашка достаточно широкая. И очень красивая. Стиль артыку. Красота. Такая посылка была сегодня из Германии. С антикварными предметами. Безумно красивыми и редкими. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.